6 глава И мы прочитаем выборочно, потому что Женя уже говорил о некоторых моментах И первый стих мы прочитаем И потом с 5 стиха, давайте первый в начале Случилось, что когда он в одном месте молился И перестал, один из учеников его сказал ему Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих Смотрите, первое, какой вывод мы можем делать Молиться нужно учиться Если вы не умеете молиться, значит вы не учитесь Вы не можете научиться молиться Если вы не учитесь Молитва это такой процесс, в который нужно учиться И они это понимали Они говорили, Господи, научи нас молиться И потом еще переводят как бы взор на Иоанна Крестителя У него тоже были ученики И они видели и говорили, что Иоанн тоже учил молиться Своих учеников Поэтому нам нужно учиться Вот понимаете, чтобы получить Дойти до какого-то верха Получить какое-то образование высшее Нужно начальную школу, правда Потом какое у нас идет образование Неполное среднее Потом среднее Потом уже средне-техническое Я с одним пареньком разговаривал Мальчик маленький Я говорю, ну скажи, ты в школе как учиться будешь? До какого класса? До 11-го? Он говорит, нет Учиться не хочу До 9-го Я говорю, а потом что? А потом, говорит, сразу в институт на инженера Я говорю, а не Так не бывает У тебя неполная средняя Из неполного среднего Тебя в университет не возьмут На инженера у тебя не получится учиться Тебе нужно получить среднее образование Это еще два года Он так затылок чешет Я говорю, ну выбирай Либо вот Простое вот у тебя будет Без образования Будет какая-то другая профессия инженера Голову чешет То есть, понимаете Есть определенные этапы Обучения И в молитве то же самое Вот посмотрите Сколько вы можете молиться по времени? Вот по времени Ну кто 5 минут может помолиться? 5 минут Нет, не все я вам скажу Не все Не все могут Даже 5 минут Не все могут помолиться А кто может помолиться? 10 минут А 20? Час Час Вот час Если вы можете встать на молитву И помолиться час То вы уже достигли определенного уровня Потому что Христос Минимум час молился И в Гефсиманском саду Он их обличает Он говорит Неужели вы не могли В этот трудный час для меня Пободрствовать со мной И быть в молитве час Как одна сестра говорит Час Это же о чем там можно говорить Час А так смотришь Они сели за столиком Чашку чая Три часа Победа Три часа А с Богом А с Богом не могут Потому что должны быть отношения Потому что должно быть Божье присутствие Поэтому учиться нужно молиться Как войти в Божье присутствие Как понять Что ты вообще не с Богом Что это не просто заученная молитва О чем Женя говорил Вот учиться молиться, и нам всем нужно учиться молиться. И именно, вот здесь мы можем прочитать, именно молитва Отче наш, она дана нам, Христом, не просто, чтобы мы вот заучили и помолились молитвой Отче наш. Некоторые так думают, вот если я молитву Отче наш, ну попробую Отче наш час. Тростини молитву Отче наш на час. Но не в том смысле, что ты медленно Отче наш, да? Или ты сто раз молитва Отче наш, Сущий на небесах, и вот ты час. Нет, а именно молитва Отче наш, она раскрывает суть, как я должен молиться Отче наш. Это значит, я должен прийти к Богу, как к Отцу. Это просто вдуматься, Сущий на небесах, что Он, Существующий на небесах, светится имя, Его имя должно светиться, и так далее. И там идет перечисление, да свяется имя Твое, да будет воля Твоя, это уже говорили на земле, как на небе, и так далее. То есть молиться нужно учиться. Еще, еще раз говорю. Самое лучшее, ну, как, место для обучения молитве, чтобы научиться молиться, где лучше всего? Где? Поселок Ачаирский, что ж ты? Понедельник в 18.00 вот здесь. Это одно из самых лучших мест. Вот здесь. В понедельник в 18.00, выбираешь себе здесь поудобнее место, и пошел. И за свое, и за других, и помолиться. А еще, в ваших домах, на коленях, когда вы склоняете колени, там это лучшее место, где вы можете научиться молиться. То есть молиться мы можем научиться, только в молитве, только в молитве. Посмотрите, вот мы читаем здесь историю, что в одном месте случилось так, что Христос молился, а потом перестал. Правильно, да? Мы так это видим. Надо текст, чтобы был, и чтобы его не убирали. То есть он, написано, был в одном месте, молился, а потом перестал. И это тоже правда. Потому что есть время для молитвы, и есть время, когда нужно перестать молиться. В каком случае мы перестаем молиться? А, пастор сказал, 20 минут. Все, 20 минут я помолился, все, хватит. В каком случае я перестаю молиться? Час. Так, час помолился, все. О, теперь я час. В каком случае я перестаю молиться? Но вообще разные бывают случаи. Иногда кто-то пришел и перебил тебя. Звонок в дверь. Или мы молимся, вдруг телефонный звонок, и ты перестал молиться. То есть есть разные случаи. Есть моменты, когда тебя дьявол отвлек, и ты перестал молиться. Есть моменты, а есть моменты, когда ты получил ответ, и ты перестал молиться. Это тоже один из таких важных моментов. То есть я перестал молиться в том, тогда, когда я получил ответ. Какой смысл, если уже ответ есть? Если я пришел с какой-то нуждой, говорю, Алексей, займи мне 100 рублей. Пожалуйста. Ну прошу тебя, займи мне 100 рублей. 100 рублей он мне занял, а я опять. Алексей, займи мне 100 рублей. Есть какой-то смысл в этом? Нет. Я перестаю просить, когда я получаю ответ. Ну или, по крайней мере, он мне скажет, сейчас не могу, через час займу. Я тоже, я же не буду его уже опять, ну, тарабанить, да? Я перестаю просить его. Почему? Потому что я получил ответ. Вот посмотрите, здесь Христос, он нам показывает в Евангелии очень важную вещь. Но перестать молиться, это получить ответ. И сегодня уже кто-то сказал, что, ну, мы можем от Бога получить ответ. 100 процентов, Бог слышит, отвечает на все молитвы. Только на одну молитву он говорит «да», а на другую молитву он говорит «нет». Ну, тоже ответ же, правда? Да и нет. Но мы должны научиться молиться так, чтобы во время молитвы получить ответ. Пусть даже этот ответ будет для нас «нет», но все равно я получил ответ. «Господи, дай мне ответ, я пришел к Тебе вот в молитве, я молюсь Тебе, я ищу, у меня есть вопросы, дай мне ответ, прошу Тебя». И когда Бог дает нам ответ, приходит молитвенное внутреннее, молитвенное понимание, или Бог что-то проговаривает, или открывается для меня слово. Вот я всегда говорю, когда мы приходим в собрание, в Дом Божий, нужно пребывать в молитвенном состоянии. То есть нужно непрерывно иметь общение с Богом. Вот я пришел сюда в собрание, все, я молитвенно уже здесь, я уже ищу Его лица. И прославление, и начальные молитвы, они всего лишь помогают нам находиться в Божьем присутствии. И потом я слушаю Божье Слово или сплю, потому что я с работы пришел уставший. Но мы должны бодрствовать, и если я прихожу в Дом молитвы, я ищу Божьего лица, и я ищу Божьих ответов. Да или нет? Помоги мне. Христос показывает нам, он молился и перестал. И посмотрите, и один из учеников говорит ему, Господи, научи нас молиться. Почему он так говорит? Первое, потому что он не умел молиться, а второе, он наблюдал. Он сам не молился, он наблюдал, он смотрел, говорит, ух ты, как молиться. Да ты погляди, вот молиться так молиться. И я тоже так хочу молиться. И когда он закончил молиться, он подходит к нему, Господи, научи молиться. Вы понимаете, да? То есть и Христос показывает, что ты можешь быть в Божьем присутствии, но не молиться. Ты можешь находиться рядом с Иисусом, но так и не уметь молиться. И не получать ответ на свои молитвы. Быть с Иисусом и так и не получить ответ. И это очень, вы знаете, для христианина неприемлемо. А для меня лично, лично для меня это страшно. Ну как я с Иисусом, я слышу Его голос, но ответы я не получаю. Почему? А все очень просто, потому что я не молюсь. И дальше посмотрите. Я хочу пояснить вам. Девятый стих. Христос говорит нам. И я скажу вам. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворя. То есть, если я не прошу, я и не получу. Если я не ищу, я и не найду. И если я не стучу, три вида молитвы, то мне и не откроют. Это вот Христос рассказывает, раскрывает. Он показывает, что есть вот три вида молитвы. Это просто я прошу. Леш, займи сто рублей. Ну просто так, да? Так, набегу, набегу так. Алексей, как дела? Привет, займи. Господи, спасибо тебе за все. Набегу. А когда Писание говорит, ищу, это как? Совсем по-другому. Леш, ты где? Никуда оттуда не уходи, я сейчас туда приду. Вы видите разницу? Это разница большая. Ты где? А он говорит, я на левом берегу, возле Меги. Ага, а я на Московке. Подожди, никуда не уходи. Так, на такси примерно туда-сюда. Сколько по времени? На такси побыстрее. Саша Теленков, долетите с ним за 30 минут. За 30 минут. Все, я нашел. Алексей, займи 100 рублей. Все. Вы понимаете разницу? А стучите. Это еще уровень, намного серьезнее. Стучите, это когда Алексей пришел домой с работы, покушал, помылся, переоделся уже, лежит в кровати, уснул. Самый такой сон. И тут стук в дверь. И в окно. И телефон звонит. И он трубку берет. Что, Денис? Открывай, Алексей. Мне нужно, чтобы ты мне занял 100 рублей. Ночью. Слушай, ты что, у тебя все в порядке? Ну какой, сейчас уже ночь. Я уже в кровати лежу. Все, я уже сплю. Давай до завтра. Нет. Мне до завтра никак. Мне нужно вот сегодня, Алексей. И знаете, что говорит Христос? Восьмой стих. Посмотрите. И если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему столько, сколько попросит. А здесь уже, Леш, тысячу надо. Там написано, сколько попросит, даст. Тысячу уже. И он по неотступности уже не вызовет милицию другу. Правда? Нет. Не вызовет же. Или вызовет? Нет. Побурчит. Поворчит. Да, я уже сказал, тысячу. Да надо. На! По неотступности даст. И вы видите разницу в молитве. Просите. Дано будет вам. Что там? Ищите. Найдете. Стучите. По неотступности. И отворят вам. Если мы не просим, если мы не ищем, если мы не стучим, даже если мы находимся в Божьем присутствии и Христос рядом с нами, мы ничего не получим, братья и сестры, не получим. И многие, они не получают именно по этой причине. Они не умеют молиться. Годами ходят в церковь, а молиться так и не умеют. И вся их молитва, Отче наш, или так, Господи, благослови. Все. А знаете, как мы просим у людей? Мы же просим у людей как? Слушай, Леш, ну ты понимаешь, жизнь сейчас тяжелая. Я знаю, тебе сейчас нелегко, ты один. Но ты понимаешь, а у меня семья. Мы же как просим-то? Вот не могу. Там коплю деньги, новый автомобиль хочу купить. Алексей, мы же упрашиваем. Мы же просим. Мы же так, дай, мы же не говорим, дай и все. Мы же просим. Мы показываем ситуацию, мы рассказываем. Мы слушаем его. Ну правда? И этому нужно учиться. И Бог хочет научить нас. Почему? Потому что через это у нас завязываются отношения с Богом. Мы не просто формально совершаем какое-то ритуальное провозглашение. Мы разговариваем с Богом. Мы так с Богом общаемся. И Христос показывает нам. Вы знаете, я верю, что специально некоторым Бог не дает. Потому что Он хочет, чтобы они пришли к Нему и постучали. Он хочет, чтобы мы потревожили Его. Потому что Он любит нас. Он ищет с нами общение. Он создал человека для общения. И некоторые не получат, пока не придут и не начнут стучать. И теперь послушайте. Во всем этом мы должны платить цену. Цена времени. Даже я вам скажу, склонить колени – это что же цена? Ты пришел с работы домой, уставший. А встать на колени – это что же? Это вот, когда мы на колени встаем, когда мы в кровати лежим, молимся – это одно. А когда мы встаем на колени – это же другое совсем. Мы же стучим так. Мы же стучим, ножки-то так устали. Встать надо на них, Господи, склонить колени. Ножки так устали. Я, может, так на диванчике раз и на диванчике. Бог же слышит, Он же видит сердце. Конечно, слышит и видит сердце. И молитва всегда, она требует цену. Мы должны платить цену. И очень часто Бог так делает. Не отвечает нам. На наши просьбы, пока мы не будем стучать. Стучать. Вот, что я увидел здесь, ключевое слово. По неотступности даст. Мне нравится это. Почему? Потому что в моей жизни есть молитвы, которыми я долго молюсь уже. Но я не вижу ответ. Я сто процентов знаю, что это воля Божья. Что Бог хочет, чтобы это совершилось. Я знаю. И прежде чем мне начать молиться об этих нуждах, я спросил и выяснил, и нашел подтверждение, что Бог, это есть Божья воля. Раз это есть Божья воля, я прихожу к Богу, я молюсь Богу, я прошу, чтобы Бог дал ответ. А ответа нет. Это не просто нет неделю ответа, месяц, уже годы. Ответа нет. Но я знаю, что это воля Божья. И вы знаете, очень часто было такое отчаяние. Перестать молиться. Может быть, знаете, так сложить, опустить руки. Смириться уже и сказать, ну, пускай будет воля. Но нет. Когда мы читаем Библию, мы видим, очень часто Христос говорит, по неотступности дам. И я верю, это прекрасное слово. Неотступность. Знаете, что такое неотступность? Неотступность. Это когда я не отступаю. Когда я ни одного сантиметра, ни одного сантиметра не делаю назад. Ни шагу назад. Ни одного сантиметра я не сделаю назад. И пусть все валится, пусть все рушится. Я знаю, есть воля Божья. Я знаю, Богу это нетрудно. Он может это сделать. И я буду стоять, и я буду поднимать свои руки, возвышать свой голос, склонять свои колени, склонять свое сердце, стучать в эту закрытую дверь. До тех пор, пока Бог не даст ответ, пока Бог не откроет, пока не упадет дождь благословений, я буду стоять. По неотступности. Аллилуйя. Вот очень часто мы смотрим, вот стена, и окажется, что она непробиваемая. Вот так кажется, да? Вот мы смотрим на нее, но непробиваемая. Ну как вот ее пробить? Как вот пройти через нее? Это вот как наши проблемы. Мы смотрим на них, и она непробиваемая. Ну как ее пробить? Как увидеть там просвет? Как? И мы смотрим на себя, на свою жизнь. Нет, невозможно сдвинуть. Как? Я знаю, как. Что-то надо такое, подручное средство. Подручное. А в бутылку давай, бутылка даже. Я знаю. Видите, уже шпаклевка отваливается. Серега, готовься. Вы видите, уже шпаклевка отваливается. Что я делаю? Я в одно место неотступно стучу, бью, бью. Это сегодня молитвенное собрание. Завтра, вечером, утром, днем я буду бить, стучать. Год, надо два, три. И знаете, что произойдет? Она рано или поздно пробьется. Рано или поздно она пробьется. Вы не верите? Ну, может быть, только я молоточек возьму. И если уж от пластмассовой бутылки штукатурка отваливается, это говорит о чем? Это говорит о том, что работает. Что это работает. А если я тогда не буду, ну, не буду брать пластмассовое, возьму покрепче, где двое и трое. Если я возьму Ора и Аарона, и мы втроем. А? А если нас сотня, и мы... Это же стенобитное орудие, вы знаете? Молитва церкви. Это как стенобитное орудие. Бух! Не сразу. И нужно, может быть, подальше раскачивать и прилагать больше усилий и силы. И стена пробьется. По неотступности, братья и сестры, я вас сегодня побуждаю стать неотступными в молитве. Неотступными. В одно и то же место. Есть у тебя эта проблема? Боже, я молю тебя во имя Иисуса Христа. Ты знаешь эту ситуацию. Ты знаешь мои родственники, мои близкие, мои дети, мой муж, моя жена. Ты знаешь мою болезнь. Боже, я молюсь. Я сюда вновь и вновь. Я прихожу, Господи, ты знаешь. Ты это знаешь, правда. И я прихожу к тебе. Я стучу в эту дверь. Стучу. Я стучу в эту стену. Я стучу. Евреи пришли к Иерихону. Они даже пальцем ничего не сделали. Они даже к стене не прикоснулись. Он им говорит, Бог им говорит, обойдите семь раз и на седьмой раз протрубите и прокричите. Кто-то бы сказал, ну хохма какая-то. Думаю, как ненормальный, и будем ходить вокруг города укрепленного и кричать, трубить в трубы. Они поверили. Они верили в Бога и верили в Божью силу. И они пошли. И может быть там на стенах кто-то и смеялся. И может быть даже кто-то, простите за выражение, и ржал над ними. Держать за живот. Но эти люди, они верили и они делали то, что Бог говорит им. Они ходили раз, они ходили два, три и семь. И на седьмой раз они струбили, прокричали. И Бог дал такое землетрясение. Он так тряханул то место, что стены просто осыпались до основания. Все, заходи, бери, что хочешь. И это наш Бог, в Которого мы верим. А теперь посмотри, стена Иерихона и твоя стенка гипсокартоновая. Разницу чувствуешь? А этот, посмотрите, Нейман, военноначальный, прокаженный. А что ему Бог сказал через пророка? Пойди в реке Иордан-Акуни семь раз. Семь раз достаточно. Семь раз? Да, семь раз нужно. Почему семь раз? Потому что неотступность должна. Бог хочет видеть нашу неотступность, что мы не сдаемся. Покажи свою неотступность дьяволу и покажи свою неотступность Богу. И я не отступлю. Я буду стоять. И он семь раз, раз, два, три, шестой раз выходит, смотрит, прокаженный еще, ладно, седьмой раз. И вышел. Кожа, как у младенца, чистая. Как у младенца. Вот жена обрадовалась, наверное. Неотступность, братья и сестры. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь. Встанем для молитвы, помолимся. И сейчас я вас призываю начать долбить в ту стену. Она есть, возможно, у вас. Вот эта стена. Вот с сегодняшнего дня начинайте неотступно стучать Богу. И Бог сделает свое дело. Послушайте. Я в 94-м году сидел в тюрьме у нас здесь. Был неверующий, чтобы так понятно было. Там же и обратился. И там есть старый корпус. Старая тюрьма еще при царице Екатерине. Стены метр двадцать толщина. Представьте, толщина стены метр двадцать. Вы представляете, сколько это? Метр двадцать. Вот это вот у меня рука метр, еще двадцать. То есть от плеча до руки. Вот огромные стены, толстые. Но они там сделаны из такого раствора. То есть царица, она добавляла там в цемент, добавляла еще этот белок. И яичный белок. Чтобы скрепляемость была лучше. Но из-за ветхости вот что произошло с этими стенами. А зэки что делали? Они брали наклонно, наклонно, делали такое небольшое отверстие туда, сантиметров двадцать, тридцать. И просто наливали туда воды. И вода сама пробивала. Они выгребали оттуда этот как он, раствор вот это все. И снова выливали, наливали туда воды. И вода пробивала отверстие. Неделя. И в соседнюю камеру дырка. Неделя. И в соседнюю камеру дырка. Я вот лично наблюдал за этим. И в соседнюю камеру дырка. Как Бог может. Есть просто молитва. А есть молитва живая. Молитва, наполненная Духом Святым. Исполненная. Почему апостол пишет? Исполняйтесь Духом Святым. Почему? Потому что человек исполненный Святого Духа. Это совсем другая молитва. Совсем что когда ты Господи там зеваешь Боже я стучу. Да. Но когда ты исполнен Духа Святого все совсем по другому. Поэтому пишет исполняйтесь. А исполняйтесь Духом Святым это от нас зависит. Это не то что ты ждешь и вот Бог тебя будет постоянно исполнять. Ты сам должен исполняться. Ты должен жаждать. Ты должен ревновать. Искать его лица. И тогда Бог благословит. Аминь братья и сестры.